Ребята, всем привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к разбору 23 урока. Итак, давайте посмотрим на первое упражнение, в котором вы должны будете послушать рассказ Джона и сказать, какие животные есть на ферме. Итак, что говорит Джон? Джон говорит Привет, я Джон. У меня есть ферма. И далее он перечисляет животных, которые есть на ферме. Он говорит, что у него есть петух. I've got a cockerel. Далее он говорит И так далее У меня есть четыре кролика. У меня есть три кошки. Дальше Окей, ребята, а теперь вы должны сосчитать во втором задании и сказать, сколько и каких животных, какие животные есть у фермера. Так же Три кэтс, три кошки. Далее Пять куриц. Пять куриц. Один петух. Шесть лягушек. Один петух. Один петух. Один петух. Один петух. Один петух. Далее Четыре кролика. Дальше Пять куриц. Два петуха. Поросенка. Пять куриц. Окей, ребята, и обязательно, не забудьте в конце, обязательно прибавить букву С. Окей, ну что же, а мы с вами переходим. Следующему заданию. Вы должны сейчас разыграть с одноклассником беседу Тима с Джоном, используя вот эту модель. Мы помним, что эта модель используется, когда мы хотим спросить о том, что или кто есть у Джона. Например, его Тим спрашивает. Have you got a daughter? У тебя есть дочь? И что отвечает Джон? Yes, I do. Oh, yes, I have. Второй вопрос. Have you got a son? У тебя есть сын? Yes, I have. Да, у меня есть. Ну что же, ребята, а теперь мы расскажем о семье Джона от имени его дочки или сына. То есть, либо одного, либо одного. Что они могут сказать? I have got a father. У меня есть папа. Да? Или I have got a mother. У меня есть мама. То есть, именно так они должны рассказать. Ну, также у дочки Джона есть брат. Не забывайте, да? I have got a brother, скажет дочка. И I have got a sister, скажет брат. Окей, ребята, ну что же, а мы переходим к следующему заданию. Рифмовка с буковкой V. Violin, ребята, это скрипка, видите, violin. Итак, сама рифмовка. Can you dance? Can you sing? I can play the violin. Можешь ли ты танцевать? Можешь ли ты петь? Я умею играть на скрипке. Окей, ребята, ну что же, а мы переходим с вами к шестому заданию. Ребята, не забывайте обязательно подписываться на канал, чтобы не потеряться. И не пожалеете, поставьте лайк этому видео. Итак, выберите и назовите лишнюю букву. E, O, V, U, I. Лишняя буква будет V, потому что она согласная. Английский согласная. Это constant. Дальше C, S, G, Q, U, U, G. И в данном случае U, vowel, это гласные. Гласные буквы по-английски это vowel. Итак, constant это согласные, а vowels это гласные. Ребята, обязательно не забывайте приходить на следующий урок. Всем счастливо, удачи вам, всем пока.